Друзья, здравствуйте. Ну что, похоже, дожили. Кремль таки начал большую кампанию по травле Аллы Пугачевой. Об этом мы не только. Сегодня поговорим с политтехнологом, прошлым спичрайтером Владимира Путина, Аббасом Галямовым. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, порекомендую. Вначале у Аббаса есть свой телеграм-канал. Я лично регулярно его читаю. Вам рекомендую. Ссылку найдете в описании. Также не забывайте Дмитрия Гордона, Алиса Бацмана в гостях у Гордона. Итак, с критикой главной российской певицы Единым фронтом выступили и депутат Госдумы оккупантов Журавлев, и пропагандист Норкин, и режиссер Никита Михалков, и кумир-домохозяек Стас Михайлов. Вся такая клика путинских пешек. Чернить начали и на федеральных медиа. Долго к этому шло, потому что помним, что несмотря на антивоенную риторику Пугачева, несмотря на то, что она поддержала тех, кто пришел проститься с Алексеем Навальным, долго режим не решался, так сказать, начать на нее такую лобовую атаку. Помним даже, когда она прилетала в Россию уже во время полномасштабного вторжения на похороны Юдашкина. С ней там мило общался Песков, целовал ей ручки. Теперь же Пугачеву и требуют признать иноагентом, и, в общем, пытаются со всех сторон атаковать публично. Как вы считаете, что изменилось? Ну, это часть общего тренда на закручивание гаек, на ужесточение риторики. Все это связано с растущими протестными настроениями, с падающими рейтингами властей. И, строго говоря, у них других вариантов не остается. Только хардкор, только жесткое подавление. То есть, на самом деле, нельзя сказать, что что-то новое произошло. Это продолжение тех самых трендов, которые мы наблюдаем уже достаточно давно. Но все же раньше именно, если говорить конкретно о Пугачевой, раньше травить ее из-за ее величины не решались. Мы с вами, по-моему, тоже обсуждали, что это тоже рискованно. У нее поддержка и авторитет, наверное, в российском обществе выше, чем у них. Ну, конечно, но у нее поддержка все-таки такая, в значительной степени не политическая. Это две вещи, которые не надо путать. Неполитическая популярность не конвертируется автоматически в популярность политическую. Это несравнимые вещи. Не, ну понятно, что она фигура знаковая, и долгое время они этого избегали. Ну, вот это тренд, который, он же развивается. Я же говорю, что это развитие этого тренда. Ну, то есть они себе не могут позволить сейчас ее игнорировать, потому что она же выступает, она же что-то там говорит, песню там поет, понимаете. И поддержала там вот тех, кто пришел, простите, с Навальным, опять же, публичным, да. То есть с их точки зрения она торгается на их территории. Они обороняются. Другое дело, что правомерно ли считать все пространство российской политики своей собственностью, да, как они это делают, с моей точки зрения, конечно же, нет. Но вот в их глазах это оборонительные действия. Если бы она сидела и молчала, ну, мы бы тогда ее тоже не трогали. А раз она выступает, ну, так мы отвечаем. Ну, вот как-то так получается. Похоже, что в этой войне Кремля против Пугачева и становиться на сторону Пугачева, если ты находишься в России, уж никак нельзя, несмотря на то, что вроде бы как, значит, Киркоров уже съездил на Донбасс и уже там публично извинялся, да. В итоге вернулся даже на федеральные каналы. Этого, видимо, тоже оказалось мало. Теперь вот из новостей он удалил все свои посты в поддержку Пугачева. И помним, что он, в общем, отвечал на критику в ее сторону. Как бы, ну, публично становился на ее сторону. Теперь все удалено. То есть, да, можем ли считать, что теперь даже получается за какие-то прошлые слова поддержки в сторону Примадонны тоже уже как бы может прилетать? Или вот эти действия Киркорова как объяснили? Ну, да, конечно, он боится, что и за это могут пришить кто-нибудь. Ну, там же огромное число людей, так сказать, вот на этой Ниве патриотические, так сказать, да, на Ниве Доносительского подвизаются. И они живут, они плохо живут, это прям способ их заработка. Там посмотрите на Мизулина, например, или этот серийный доносчик Бородин, да, это их работа. Вот они прям, вот как вы с утра встаете и там репортажи начинаете делать какие-то, да, там медийный продукт выдаёте. Там токарь идёт на завод и что-нибудь там, значит, руками делает. А эти люди садятся и начинают доносы строчить. И вот система реагирует на них. То есть система это поощряет, на их донос она реагирует. И Киркоров пытается минимизировать риски в этой связи. Вот и всё. Киркоров недавно появился на публике в камуфляже. Ну, правда, от Луи Виттон в камуфляже, который больше напоминал форму скорее вооружённых сил Украины, чем российскую. Однако, да, вот этот тренд на войну в искусстве, в моде, мы помним вот недавно буквально, кстати, в день, когда сообщили о том, что количество украинских детей, которые погибли от обстрела в Одессе, достигло уже пяти. И одесситка Долина вышла на показ мод, значит, в России с плащом таким в триколоре на фоне герба России, там, что было написано, там, великая страна или как-то так. В целом, вот тренд на войну, да, мы с вами не раз говорили, что вроде война не популярная, но, слушайте, смотрите, на показе на неделе мод в Москве – это тренд. Да, на тусовках эстрадных, геркоров ходят в камуфляже – это тоже, получается, тренд. Ну, смотрите, когда я говорю о том, что война теряет популярность, я говорю о реальных общественных настроениях. А то, о чём вы говорите, это попытка властей, элит навязать вот этот военный дискурс. Ну, то есть, да, война становится непопулярной, но она же идёт, значит, её как-то надо популяризировать, её надо как-то, ну, нормализовать, чтобы люди не воспринимали её как какое-то извращение, значит, потому что, если они так начнут воспринимать, ну, в конце концов, закончится эта революция. Вот, поэтому каждый тот, кто недоволен, извините, каждый, кто недоволен войной, он должен чувствовать, что он идёт против тренда, да, и сидеть помалкивать, понимаете? А если этот тренд не создавать, ну, так тогда война реально скоро потеряется, окончательно потеряет полностью военную поддержку, а режим, который её ведёт, превратится, ну, как перед революцией, в канун революции 1917 года, допустим, превратился режим Николая II, у которого вообще не было, так сказать, общественной поддержки, да, вот, не было социальных групп, которые бы были довольны существующим положением вещей. И это такие вещи всегда заканчиваются революциями, да, поэтому это часть пропаганды, направленной на популяризацию войны. Если я сегодня уже вспомнил о прощании с Навальным, ну, я думаю, все обратили внимание, что никто из представителей, там, никто из артистов, актёров, тех, кто три года назад поддержал Навального, когда того отравили, да, люди записывали какие-то видеообращения, писали стихи, например, как тоже Сергей Шнуров, да, который сейчас, в общем-то, сотрудничает с Кремлём в поддержку Навального, он эти строки писал, кто тогда была, Лолита, Настя Ивлеева, то есть те, кто сейчас уже, да, вот, как Ивлеева говорит, что я буду голосовать за программу Путина, которую он представил на обращении федерального собрания. В то время, три года назад, она открыто поддерживала Навального, теперь же никто не решился прийти с ним проститься, хотя тысячи людей нашли в себе такую смелость. Опять-таки, как думаете, почему? Почему тысячи людей, да, никто из публичных людей, не считая там кого-то, Надеждина и Ройзмана, больше никто мужества не набрался? Ну, потому что сидеть не хочется, потому что боятся, понимаете? Ну, то есть режим же реально дрейфует в направлении тоталитарного. Тогда, три года назад, это был авторитарный режим, а сейчас это режим тоталитарный, а они принципиально по-разному к таким вещам относятся, вот в этом как раз принципиальное отличие. Авторитарный режим до определенной степени готов фронту терпеть, а тоталитарный режим, он любую фронту, политическую фронту воспринимает как, ну, в буквальном смысле слова, как предательство, за которое голову надо рубить. Вот. Атмосфера в стране очень сильно изменилась. Как только началась война, этот дрейф по направлению тоталитаризма стал все более заметным, и сейчас он, ну, вот, вот, куча проявлений частных, о которых вот вы меня сейчас спрашиваете. Это как раз проявления, заказывающие правду, правду, что общество, режим меняют свою природу. Повторюсь, это следствие падающей популярности войны, падающей популярности режима. То есть у них, строго говоря, ну, вариантов других нет. Ну, либо просто вот так сдаваться, да, расставаться с властью, ну, либо вот закручивать гайки до бесконечней. Ну, до того момента, пока резьбу не сорвет. Ну, они этим занимаются. Ну, позвольте с вами не согласиться, вы вот прям говорите, что это чревато, чуть ли, было не тюрьмой, да, на месте, там, кого-то из публичных людей прийти проститься с Навальным. Ну, тысяча людей, опять-таки, не побоялись этого, ну, прям тюрьма, да, может быть, отказом там в участии каких-то федеральных программах, может быть, это действительно бы означало. То есть, получается, они туда не придя, действительно, думаете, боялись тюрьмы или они боялись потерять деньги? Это все-таки разные вещи. Не, не только деньги. Я думаю, что, если бы речь шла только о деньгах, то очень многие, включая Киркорова, там, не боялись этого. Ну, то есть, у них достаточно денег. Вот, проблема как раз в том, что они боятся тюрьмы, боятся физического, так сказать, насилия, боятся новичка. Да, там, ну, слушайте, ну, вот у нас на глазах Навального выкубили, понимаете? Все же это видят. Как все это интерпретируют, господи, и уж если Навального, которого весь мир знал, там, с которым за руку, там, здоровался президент США, там, не знаю, канцлер Германии, там, ну, политик международного уровня. Если с ним так можно, так а что там с нами-то, простыми смертными, понимаете? Поэтому, да, конечно, всех, кто участвует в этих мероприятиях траурных, сразу не посадят. Но, значит, кого-то из них, да, вполне могут, уже же начались, кстати, посадки, это же видно. Уже, ну, я не знаю, видели вы новости или нет, но вот в последние дни начали выдергивать людей, ну, на камерах наблюдения, там, у них лица зафиксированы, есть система распознавания лиц, вот. И некоторых уже начали арестовывать, пока такие аресты короткие, там, на 10 суток, по-моему, говорят, но это лиха беда начала, да, Навального сначала тоже на 10 суток сажали. Вот, поэтому, не, там, там страх реально физический, это, со стороны, глядя на это, вот это трудно, в это трудно поверить, но, но это так. Слушайте, ну, тысячи уголовных дел уже возбуждены по статьям о дискредитации, там, они же эту дискредитацию шлют вообще за, за что угодно, за любое дело. Он, хозяйка кофейни, выгнала, там, значит, героя СВО, там, героя СВО, да, который, там, пришел, бурагозил, там, значит, пугал официантов, значит, требовал чего-то, там, от них. Она его выставила за дверь. Тут же эти серийные доносчики наказали на нее донос, лично Бастрыкин, глава Следственного комитета, дал вручение этим заняться, все возбудили уголовное дело. Понимаете, просто выставила его за дверь, потому что он скотин, да, за это уголовное дело получили. Поэтому не, не надо преуменьшать значимость происходящего. Друзья, что вы об этом думаете, оставьте ваши мысли в комментариях, также, пожалуйста, поставьте лайки этой беседе, пускай большее количество людей вообще услышат, это, ну, действительно любопытная сегодня тема для разговора. Если уж заговорили, вспомнили о новичке, я предлагаю не гадать, да, сейчас там о версиях смерти Алексея Навального, о версиях его убийства. Однако появляются новые данные, новые, скажем так, свидетельства о том, что версия с отравлением является одной из основных. Их заочно арестовали адвоката Навального Ольгу Михайлову, и она вот рассказала, что во время разговора с Алексеем в колонии он уже предполагал тогда, что его там, как она, подтравливают эту цитату, ну, то есть травят его, он сам об этом говорил. О том, что Навального могли убить новичком, и об этом есть, ну, этому есть, как бы, определенные доказательства, говорил недавно глава Беллинкет Христо Грозев, да, расследователь. Вот, то есть в целом из разных источников эта информация попадает. Ну, вот вы как человек, который работали в администрации Путина, конечно, это другая администрация была совсем, и другой был Путин тогда, и не такой, как сейчас. Но в то, чтобы действительно пойти на отравление его в тюрьме, там, вот прям новичком, да, тем самым, которым уже отравили Навального, ну, вот вам в это, как вот, типа, легко в это поверить? Конечно. А что вас смущает-то? Типа, почему именно новичком? Или что? Ну, в том числе, то есть была попытка уже вот такого убийства, да, его отправили в Заполярный круг. Я сейчас, как бы, не свою точку зрения говорю, просто размышляю вслух, да, и в итоге, как бы, вот, решили там уже его снова вот новичком отравить так, чтобы вот он умер еще и в канун, значит, там, выборов. Нет, Алексей, я пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, вот, вопрос в том, почему его убили вообще, или почему его убили именно новичком? Я на том, что его убили новичком, я не настаиваю, хотя я этого не исключаю, конечно. То есть я не понимаю, а почему мы должны вот взять и исключить новичок? Ну, нет. Вот чем угодно, но не новичком. Ну, я такую позицию не займу. Да, могли и новичком. Ну, вот, я не знаю, почему. Я не специалист в области убийства, я не знаю, какие варианты еще есть. Вот, может, у них действительно все-таки новичок считается самой вот подходящей для каких-то кейсов. Вот, и вот внутренними регламентами, ну, там, предположено, что там вот оппозиционеров надо травить именно новичков. Я не знаю, да, может, он там как следы у него заметаются лучше, чем вот у других ядов, или уж чего там. Вот, я даже не буду пытаться об этом рассуждать. Вот. Если вопрос о том, почему убили, да, тут я могу порассуждать. Вот, надо, или все-таки вопрос об этом. Нет-нет, давайте уже теперь и об этом поговорим, да, то есть версии ведь разные. Никто, ну, понятное дело, что убийство, мы называем это так, потому что даже доведение до такого состояния, в котором Навальный мог умереть с естественной смертью, это все равно убийство, сто процентов. Другое дело, вот сейчас, когда уже вот эмоции немного, ну, как я понимаю, стихли, вот вам сейчас, вы какой версии придерживаетесь? То есть именно то, чтобы Навальный умер в эти даты конкретно, да, и вот, то есть чтобы это было убийство, которое должно было произойти сейчас, вписывается это в логику действий Кремля сегодня? Думаю, что да. Я не могу полностью исключить того, что он умер в результате, знаете, вот, ну, то есть его целенаправленно, его здоровье там уничтожали, да, в течение двух лет, ну, и в конце концов он умер, ну, то есть и случайно именно в эти даты, а мог умереть там месяцем раньше, мог умереть там месяцем или двумя позже. Я полностью эту версию не исключаю, но я ее, на нее встану окончательно, только когда появятся какие-то доказательства. То есть я, на самом деле, в данном случае исхожу из презумпции виновности Кремля. Ну, то есть адвоката, выступать в роли адвоката дьявола я точно не собираюсь. Ну, то есть убили, да, я исхожу из путчика, из того, что приняли решение убить или убили, именно в эти даты. Я думаю, что это вытекло, решение об убийстве вытекло, знаете, из чего? Из такого очень сильного несоответствия, вот зазора, что называется, который возник между внутренней и внешней политикой. Вот на внешнем периметре осень и начало зимы для Путина были достаточно благоприятные. Там, в общем-то, значит, ну, вот украинское контрнаступление остановилось, значит, и они, так сказать, воспряли, да, там, расправили плечи, то есть они реально боялись, да, ведь до этого в течение года украинская армия, когда пока она стояла в обороне, ну, и вот пара контратак, там, Харьков, Херсон, да, украинская армия демонстрировала какую-то чрезвычайную эффективность, которую далеко превосходила эффективность российской армии. И казалось, когда летом украинское контрнаступление начиналось, казалось, что, ну, теперь вообще туши свет. То есть если они так оборонялись, ну, то когда они вперед пойдут, ну, там вообще кран-то. Да, и они сами боялись, ну, вот российские власти, так сказать. А потом, когда все-таки удалось выстоять, они так вот прям, знаете, у них такое ощущение такое, само мнение там раздулось. Так и мы можем воевать, оказывается. Не такие уж мы и придурки, как мы думали в течение первого года. Вот. И потом Запад начал так явно сдуваться. Ну, вот это прекращение поставок оружия из Америки, да, вот эти гораздо более громкими ставшие голоса вот этих Путин-ферштейров всяких, о том, что вот мы устали, сколько можно, надо, чтобы Украина садилась за стол переговоров с Путиным и договаривалась. Вот. Путина не победить. Вот. И это все создавало вот такое у Путина ощущение, что, ну, надо прямо вот тереть вперед вообще, вот как танк. Ну, то есть это работает стратегия. Даже если в какой-то момент показалось, что она не работает, надо просто перетерпеть, продолжать давить, да, и она начнет работать. Терпение и труд все перетрутся, говорится. А на внутреннем периметре все как-то совсем плохо шло. общество, как бы, словно не замечает вообще этих успехов, побед, там. Авдеевку они взяли, там нет. А общество как-то вот, как будто и нет ничего такого, там, да. Жены мобилизованы, значит, на надежде на там очереди. Вот. И, ну, Дунцова там, ну, то есть такое ощущение, что, ну, как бы, что-то мы там заигрались, ну, в демократию-то с ними, со всеми. Вон как надо, вот как вот на внешнем периметре, так и здесь то же самое. Чего мы там в этой игре какую-то легитимность придумали, да? За каким чертом вообще надеждой допустили до сбора подписей? Что за бредовая идея? Зачем вот, нельзя, что ли, было сразу его отказать ему, как Дунцовы отказали, вот, да? Вот, вот такое ощущение крепло, что, ну, как бы, вот, зря мы слабину тудаем. Вот. Понимаете, и вот если бы не было успехов на внешнем периметре, если бы Запад там продолжал поставки оружия украинцами, да, то, и тогда бы Авдеев, значит, ВСУ отстояли бы, и тогда бы, ну, вот не было у них ощущения, что надо вперед-вперед, нет, у них было бы ощущение, что, не, надо маневрировать по себе, да, вот, ну, стену лбом не прошибешь. А сейчас у них ощущение, что, да, стену лбом можно прошибнуть. Да, и в этой ситуации, а что мы с этим Навальным чувствуем? То есть, да, вот мы только что выяснили, что, оказывается, сотни тысяч людей в стране против войны, сидят, сволочи, только и ждут, как выйти на улицу, как только повод появится, вон, смотрите, на Надежде выстроились, готовенькие. Ну, вот. Ну, значит, ну, надо просто инфраструктуру протеста уничтожить окончательно. Вот Навальный сейчас напишет какое-нибудь письмо там из тюрьмы, да, призовет в какой-нибудь сложный момент для нас, и все, и что, у нас революция, что ли? Типа, что, мы дураки, что ли сами своими руками там, ну, все проблемы создаем? Все, кто способны выводить людей на улицу, их не должно вообще быть, в том числе и в живых. Вот, я думаю, как-то так у них это было, и они приняли решение, что... То есть, в тот момент казалось, что, им казалось, что чем жестче, тем лучше, да? Нечего вообще считаться с каким-то общественным мнением, там, на какое-то, на какие-то, на какие-то, смотреть, а что они скажут, что они подумают. Да плевать, что они скажут, что подумают. У нас там и Росгвардии полно, значит, и армии, и ФСБ, и Средственный комитет, и ФСИН, и вообще, ну, значит, там, миллионы людей, значит, дружьем стоят, а о чем мы там церемониться? Вот возобладала такая вот... Как-то так.